Быть в курсе того, в каких группах в соцсетях он состоит. Можно не следить за активностью ребенка в интернете. Статью 282 смягчили, и за случайный репост теперь не посадят. Но периодически интересоваться все же стоит. И лучше это делать не тайно, проверяя историю браузера, а спрашивать напрямую. Так вы сможете выстроить доверительные отношения с ребенком и дать ему понять, что вы интересуетесь непосредственно его жизнью, а не только успеваемостью в учебе. Добавить его в приложение, определяющее геолокацию, например, приложение «Найти друзей». Но не делайте этого в тайне. Лучше объясните, что это лишь мера предосторожности, что вы за него беспокоитесь, и это всего лишь геолокация, а не веб-камера, которая будет показывать, что и где конкретно он делает. Дайте понять вашему ребенку, что так будет удобнее и для вас, и для него. И таким образом вы не будете постоянно отвлекать его сообщениями, пока он с друзьями. Придумайте совместно шифр на случай с чрезвычайной ситуацией. Например, это может быть какой-то особый смайл или знак припинания в конце сообщения, чтобы вы могли понять, что ребенка нужно вытаскивать из компании, в которой он оказался. Получив такое сообщение, вы сможете тут же ему перезвонить и сказать, что заедете за ним, или вызвать ему такси, якобы для того, чтобы он вам помог с какими-то срочными делами. Так ваш ребенок не будет выглядеть трусом в глазах своих приятелей и избежит неприятной ситуации.